Как помочь стеснительному ребенку? Им тяжело приходилось, будучи стеснительным, сколько им тоже хотелось быть в классе среди тех, кто задают тон, или в садике среди тех, кто первыми бегут горки и захватывают лесенки и так далее. Они всегда были в сторонке, всегда опасались, всегда остерегались, и они никогда не были заводилами, никогда их не окружали толпы друзей, они всегда были достаточно одинокими людьми. И это боль, которая у любого родителя сидит, когда он видит в своем ребенке что-то, с чем он сам сталкивался, будучи ребенком, и это в нем очень сильно отдается. И он хочет помочь ребенку, на самом деле он на многом хочет помочь себе. И иногда вот это вот давление родителя, ну уже не будь таким, ну уже спроси, ну что ты стесняешься, ну что ты встал, как истукан, оно ребенка еще больше загоняет в какой-то угол, и чем больше родитель давит на него, чем он больше старается ему помочь, в кавычках, тем тяжелее ребенку, и тем больше тяжесть этой ноши, которую ведут родители. И такой короткий ответ, невозможно внести все возможные решения, они есть, эти решения, но как бы мы не хотели помочь ребенку, надо не давить на него и не испепелять его за то, что он не делает, а дать ему понять, что хорошее, что в нем есть. Да, он стеснительный ребенок, но у него богатое воображение, да, он стеснительный ребенок, но он замечательно умеет рисовать, он умеет петь. И у него не будет 10 друзей, но у него будет один друг или два друга, они будут самыми близкими, самыми верными друзьями. И не нужно 10, которые только влекут блески, у него будут настоящие друзья. И может быть это будет ему на пользу, что он стеснительный, он будет более глубоким человеком, он добьется большего в той области, в которой он будет занят, потому что он не будет распылять свою энергию по тем вещам, которые вводят его от того призвания, которое он себе в жизни выберет. И он выберет то, что ему подходит, если родители будут понимать, одобрять и поддерживать то хорошее, то талантливое, что в нем есть. Удачи, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok